Непобедимые свалки. Как выяснилось, мусорные свалки в Тимиртау вообще не убираются годами. К примеру, груди мусора на улице Щерса уже 15 лет. На том месте горы хлама, бутылки, строительные и бытовые отходы. Почему мусор не вывозят столько времени и кто должен этим заниматься? В непростой ситуации разбиралась Анна Эшалкарбек. Это окраина города Тимиртау. Повсюду валяются мусорные мешки, пакеты из-под сока и прочие отходы. Больше всех о эпидемиологическом состоянии своего района беспокоится Анатолий Иванович. Огромная территория, которая превратилась в свалку, портит вид и имидж города, говорит пожилой человек. А ведь раньше территория была ухоженной. На этом земельном участке лет 15 назад был расположен медицинский пункт. Учреждение исчезло, а вместе с ними чистота. 15 лет мы находили здесь без воды. Вот. И сегодня люди обогреваются. То же самое. Топят печь. Вот два дома четырехэтажных. Ну, там и это самое. Уголь, дрова. Нередко здесь играют дети. Им пройтись да прогуляться негде. Потому что все завалено остатками пищи, пакетами и бутылками. По неволе побрезгуешь. Тут возникает вопрос, о чем же думали все эти годы чиновники. Неужели нельзя было найти выход, да помочь жителям, которые просто-напросто не могут справиться с ситуацией самостоятельно. Как ни пытались бороться со скоплением отходов местные жители, все безвезультатно. Как выяснилось, они в различные инстанции обращались неоднократно. Кому обращался, значит, тут за это время пять этих чиновников было бы снимать. Акимы. И? К ним. И? Ножни маме. Специалисты жилищной инспекции утверждают, что в данной ситуации виноваты сами темиртаусы, проживающие в этих домах. Поскольку это частный сектор, а они отвечают только за территорию многоэтажных домов. За частные дома мы не отвечаем, мы курируем только многоэтажки. Многоэтажные дома мы курируем. Я вообще не могу вам дать никакие ответы через начальника, запрос письменный сделайте. Если это свалка, тогда это вопрос ЖКХ. В конце концов, работники отдела по жилищным вопросам направили нас к представителям жилищно-коммунального хозяйства. Они нашему вопросу и вовсе были удивлены. Мол, не по адресу. Свалка бытового мусора, там, девочки. Вы, это не жилищная, это жилищная инспекция вопрос. Мы выезжали, смотрели, там по черту, это свалка бытового мусора. Это занимается у нас жилой инспекцией. Сейчас мы им позвоним, скажем. Когда город избавится от стихийных свалок, неизвестно. И можно до бесконечности рассуждать о том, что городским властям откровенно все равно на все эти мусорки. Но стоит подумать и о том, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Амель Шалкарбек, Ужас Габасов, Марат Культянов, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей компания Galaxy Group с торговой маркой Allugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal.